Коммерческой организации предложили подумать над возможностью кредитования кооперативных хозяйств. В банке согласились, что такой продукт сегодня необходим на рынке. Сегодня фермеры, конечно, они самые незащищенные с точки зрения конкуренции. Надо понимать, что, конечно, должно у них будущее быть. И сегодня фермеры в основном сырьевые. То, что они производят, то не продают. Нам, конечно, нужна переработка. Чтобы они все-таки могли купить эти пищевые линии или перерабатывающие линии, конечно, в одиночку явно кредит они не получат. И они не встали просто его взять. И неизбежный путь, как они должны объединиться в кооперативах. И вот здесь, конечно, нам нужна поддержка, в том числе ваша, в том, чтобы мы могли прокредитовать уже кооператив. И как только первый кооператив, второй, третий все-таки состоится, я уверен, многие обратят на это внимание и просто начнут копировать. Потому что, естественно, это следующий этап развития фермерства. Дмитрий Патрушев, в свою очередь, заявил, что банк намерен расширять филиальную сеть в Краснодарском крае, а также наращивать кредитование не только в сфере сельского хозяйства. С 2000 года мы работаем в Краснодарском крае. И за это время в экономику региона направлено, не побоюсь этого слова, порядка полутриллиона рублей. Совокупный кредитный портфель на сегодняшний день по Краснодарскому региональному филиалу у нас составляет порядка 130 миллиардов. Помимо сотрудничества в аграрной сфере, мы, естественно, планируем развивать в Краснодарском крае деятельность нашего филиала в иных приоритетных отраслях реального сектора экономики. Таких как перерабатывающие производства, строительство, рост ипотечного кредитования, поддержка проектов малого и среднего бизнеса, уже не первый раз об этом говорим, транспортный и машиностроительный комплекс. Кубань занимает первое место в России по объему производства сельхозпродукции. В профильном для агрария в банке рассчитывают увеличить число выданных льготных кредитов. Только по этому механизму поддержки региональный агропром получил более 3 миллиардов рублей. В данный момент этого года кредиты, полученные нашими сельхозпредприятиями, составляют около 22 миллиардов рублей. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это, в первую очередь, можно смело отнести и к очень гибкой кредитной политике рост сельхозбанка, но и, конечно, к растущей экономике в целом нашего края и, конечно, агропромышленного комплекса. Кредиты сегодня востребованы. Кредиты наш агропромышленный комплекс брать не боится, потому что он уверен в том, что он не только вернет эти кредиты, но и заработает. После встречи Венея Минкондратьев и Дмитрий Патрушев подписали соглашение о сотрудничестве. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.